Расскажу вам о заметках в приложении Time Planner. В виде заметок можно ввести дневник, либо записывать туда какие-то вдохновляющие цитаты, мотивирующие мысли, что-то мудрое из собственных идей или концептов. И записывать, конечно же, туда можно всякие важные вещи, типа номеров дисконтных карточек, либо контрактов каких-то. В общем, все то, что нужно записать. Причем записать не где-либо на бумажке, а по разным категориям, чтобы потом эта информация была структурирована и легко можно было найти нужное. Давайте сейчас создадим новую заметку. Для этого во вкладке категорий или во вкладке управления нажму большую кнопку плюс в левом нижнем углу и выберу заметка. И сейчас я назову новую заметку. Это будет инструкция к применению, шуточная, да, для категории Мурзик. Это код. И сейчас я введу текст, но не буду вас утомлять, просто вставлю то, что у меня есть в буфере обмена. И здесь можно отформатировать текст, так как мне нравится, допустим, что-то сделать жирным, либо же как-то по-другому отформатировать, выделить. В общем, я отформатировала и сохраняю. Нажав на кнопочку сохранить. Заметка сохранена. Где ее найти? Во вкладке категории нажимаем на кнопку меню справа от нужного названия категории и выбираем пункт заметки. Открылась панель с заметками. И вот заметка, которую я только что создала. Здесь можно, допустим, выбрать какую-то другую категорию для нее, и она переместится. Можно отредактировать текст или название, и в нее можно поделиться. Допустим, это удобно через какой-то мессенджер, да? И в самом списке заметок можно тоже что-то сделать. Если мы зажмем на заметочки, да, ее можно тогда переместить. Вот она выделяется фиолетовым. И можно изменять порядок заметок. Если я смахну ее влево, она удалится точно так же, как задача. Но я этого не сделала. И здесь у нас еще в пункте меню есть сортировка. В принципе, у меня сейчас все. А вам приятного планирования.